МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устроим гигантский сабантуй, пропьем эти шальные деньги. А он мечтал сыграть Гамлета и Дон Кихота. В жизни, как и на сцене, метался между двумя я. Одни знали Жору Весельчака, рассказчика анекдотов, любителя выпить и попутить. Другие – Георгия Ивановича, философа-энциклопедиста и знатока литературы. Каким же был на самом деле актер Георгий Бурков? Я бесконечно сомневающийся человек. При этом он был гений, артистический гений. Что с вами? Бандитские пули защитили меня всего. Рязанов снимал те пенки, которые были на поверхности дарования. Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. Конечно, выпивал Жора. Но опять-таки повторяюсь, кто не выпивает? Чужое страдание для постороннего – ложь. Он задыхался сам прям. Задыхался. Но он только не понимал, что он так и задохнется. Сатрапы! Тужите и свободы! Любимец нации. Все красиво. Ролей только нет. 1979 год. Режиссер Эльдар Рязанов снимает картину о бедном гусаре «Замолвите слово». Играет в этом фильме слугу чиновника по особым поручениям. По сути, халуя – хитрого и опасного. Орлы! Ребята! Ты свою рожу не афишируй. Роль небольшая, но яркая. Бурков справился с ней блестяще. Правда, радости ему эта работа не принесла. Он до последнего надеялся сыграть трагика Бубенцова. Но Рязанов отдал эту роль Евгению Леонову. Режиссер считал, у Жоры совсем другой типаж. К Рязанову он относился очень сложно, ревностно немножко. Он все время считал, что он мог бы больше у него сняться. Он себя видел там в одной роли. Рязанов ему предлагал там какой-то эпизод. Сынка большого начальника Поблатов пихнули. Уйди! А меня, работника института, выпихнули. Ну что это получается? Уже после смерти Буркова его жена, актриса Татьяна Ухарова, найдет дневниковые записи Георгия Ивановича. В них он так описывает свои актерские мечты. «Играть я имею право только роли масштабные и годные для открытий. Я готов играть Гамлета, Ричарда, Ван Гога, Дон Кихота. Я готов и отвечаю за гениальность исполнения». Ну что делать, если типаж есть типаж? Ну вы никуда от этого не уйдете, понимаете? Каторжный! За что ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Родился Георгий Бурков в Перми. После школы четыре года подряд штурмовал столичные театральные вузы, но безуспешно. Отчаявшись, вернулся на родину. Поступил на юридический факультет Пермского университета. Но так его и не окончил. Он был потрясающе образован. Он читал все и вся. Он знал про все и вся. Хотя внешне о нем никогда этого не скажешь. Самодеятельная театральная студия да местная библиотека стали его основными университетами. Неизвестно, как бы сложилась судьба артиста, если бы не случай. Браво! Браво! В 1965 году на одном из спектаклей Пермского драматического театра Буркова увидела московская журналистка. О самобытном актере она рассказала своему знакомому, главному режиссеру театра имени Станиславского, Борису Львову Анохину. Тот пригласил Буркова в Москву. Актеру тогда уже было 32 года. Он мне показался таким необычным для вообще московского театра. Какой-то человек, не знаю, из другой планеты. Вообще над ним так посмеивались немножко. Он был смешно одет, смешно вообще выглядел. В 1965 Татьяне Ухаровой было 19. Начинающая актриса театра Станиславского сразу обратила внимание на новичка. В окружении маститых коллег Таня Рабела. Зато рядом с Жорой чувствовала себя спокойно и уверенно. Мы попали с ним в распределение, в одну пьесу. Он отца моего, значит, репетировал, а я его дочку. Да. И мы, значит, вот так вот на этих репетициях познакомились. Я не могу сказать, что мы так прям полюбили друг друга, но когда это, конечно, произошло, конечно, сердце у меня как-то немножко ёкнулось. Что-то я в нем почувствовала, что это будет мой человек. Вы знаете, когда вы сегодня у нас появились, я как-то успокоилась. От вас веет такой уверенности. Это вам показалось. Я бесконечно сомневающийся человек. Через год Георгий Бурков сделал Тане предложение. Она согласилась. Но ее родители были в ужасе. Не о таком зяте они мечтали. Вдвое старше дочери, без денег и без угла. После свадьбы молодые еле сводили концы с концами. Денег не хватало даже на трамвай. Из дома в театр шли пешком. Скитались по съемным квартирам, спали на реквизитном матрасе, который Татьяна взяла из театра. А в 1966-м у Бурковых родилась дочь Маша. Появление на свет малышки не только восстановило мир среди родственников, но и принесло удачу отцу. Буркова пригласили сниматься в кино. Ангел испугались, товарищ комиссар. А вы почему не в армии? А я в армии. В армии дезертиров. Это была киноновелла Андрея Смирнова «Ангел». Бурков сыграл там эпизодическую роль. Но его сразу заметили. Я смирно его спрашиваю, а кто это? Что это за актер? Он говорит, да я даже не знаю, он актер или не актер, я не знаю. Есть у него образование? Нет. Вообще-то, говорит, он акушер. Я говорю, как акушер? Он говорит, ну я точно не помню. Не то он акушер, не то он гинеколог. Он про это очень любит рассказывать. Я приехал просить руки вашей дочери, Натальи Степановой. Режиссер Сергей Соловьев предложил Георгию Буркову участие в своей дипломной работе. Киналь монахи по рассказам Антона Чехова. Буркову досталась роль помещика, который делает предложение дочери соседа по имению. Для артиста это был шанс, для режиссера – эксперимент. Я на него одел костюм, такой, значит, белоснежный, жабо, брошь, канатье, вот. И он представил себя просто, представил себя какое-то удивительное зрелище. Мне лужки не надо. Но я из принципа. Если хотите, извольте. Я их подарю вам. В последний момент роли Буркова чуть не лишил сам Марчелло Мастрояни. На Мосфильме как раз завершались съемки картины «Подсолнухи» с его участием. И перед отъездом на родину Мастрояни возжелал сняться в любой картине по произведениям Антона Чехова. Итальянец обожал русского писателя. К директору Мосфильма сразу же вызвали Соловьева. Представляешь, у тебя будет диплом и Марчелло Мастрояни. А у меня уже Жора есть. И я сделал все возможное для того, чтобы провалить, значит, Марчелло Мастрояни и оставить Жору. Это чистая правда. Разводил такую галиматью вообще, такую демагогию. Только для того, чтобы остался Жора. Съемочной площадкой фильма стала территория туберкулезного диспансера. Работа началась в октябре, который в тот год выдался очень холодным. Температура на улице падала до минус пяти. Но по сценарию действие разворачивается в разгар лета. Сердце страшно бьется. И в глазах живчики дергаются. В финале фильма герой Буркова падает в обморок. По замыслу режиссера упасть он должен был непременно в воду. Пациенты-диспансера с ужасом наблюдали, как киношники раз за разом сталкивают в ледяную воду актера в белоснежном костюме. Как только сцену сняли, с Буркова стянули обледенелый фраг и налили 50 граммов водки для согрева. Режиссер был прав, когда предпочел европейской звезде Жору Буркова. Марчелло Мастрояни с такой задачей точно бы не справился. Я понимаю. Ванная в каждой квартире – это правильно. Знаменитую сцену в бане для фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдар Рязанов тоже снимал в экстремальных условиях. Холод в павильоне мусфильма тогда стоял страшный. А на артистах одни простыни. На последних дублях, когда актеры окончательно окалели, им в кружки с пивом стали добавлять водку. Всем, кроме Буркова. Ему в кружку наливали крепкий чай. Не-не-не, тебе больше нельзя, ты сегодня женишься. Я не забыл. Но если ты забудешься, я тебе напомню. Потому что я не пьянее никогда. По иронии судьбы, роль, которую Бурков сыграл абсолютно трезвым, закрепила за ним образ пьяницы – беззаботного, веселого кутилы. Даже на обывательско-зрительском уровне люди ценят в нем в достаточной степени, если не в большей степени его комедийный даже. Погоди. Хорошо, что мы его помыли. Это было на поверхности. Рязанов снимал те пенки, которые были на поверхности дарования. Если приспичит, я в джунгли уеду. Советником. Куда угодно. Хочу вести отрешенный от цивилизации жизнь. То, какие роли получал Бурков в кино, во многом определяло и его необычная внешность. А вернее, слишком обычная. Такое лицо можно встретить на улице, в трамвае, в очереди за пивом или где-нибудь в столярном цеху. Это был совершенно уникальный какой-то персонаж. Ну, из той самой натуральной жизни, которая, значит, всегда обычно остается за камерой. Что с вами? Бандитские пули защитили меня всего. Я весь в дырках. У Георгия Буркова была специфическая манера говорить. Он шепелявил. С профессиональной точки зрения это считается дефектом, который мог бы любому закрыть дорогу в актерскую профессию. Но речевой дефект Буркова стал его своеобразной визитной карточкой. Дом в два этажа. Ну, вот удобство. Среди нас, среди артистов говорят, что вот дети, животные, их никогда не сыграть. Никогда. Настолько просты эти взаимоотношения там внутри, детские, животных. Вот Георгий Иванович Бурков, вот это вот из этой серии. Бог, помощь! Ты что, по деревьям лазишь? Да вот, птичку хотела. Сценарий девятиминутного мультфильма «Жил-был пес» режиссер Эдуард Назаров писал целый год. Особенно сложно давался ему образ пса. У этого персонажа практически не было полноценных реплик, одни междометия. И как такое сыграть? Тут Назаров и вспомнил о Георгии Буркове. Другого, что называется, на этом месте я не могу совершенно представить. Потому что его вот такая способность, что называется, затыкиваться на каждом слове и мямлить, и тянуть «э-э-э-э-э-э-э». Это, конечно, потрясающе. Ну ты это. Спасибо! На роль Волка Назаров пригласил Армена Джиграханяна. Сейчас спою! То, над чем корпел режиссер долгие месяцы, актеры без репетиций записали за полчаса. Вжились в образ. А теперь точно спали. Если приглядеться, то можно увидеть, что пес чем-то даже похож на Георгия Буркова. Секрет прост. После озвучания мультфильма художники намеренно добавили в облик пса внешние черты и мимику артиста. У него было лицо такое не очень веселое. И голос замечательно совпадающий с этим невеселым выражением лица. Тем более, что у него по фильму-то и жизнь совершенно не удалась. В 1984 году Георгий Бурков получил предложение, от которого не смог отказаться. В спектакле «Волоколамское шоссе» ему предстояло сыграть генерала Ивана Панфилова, легендарного военачальника, отстоявшего Москву. О такой роли Гурков мечтал всю жизнь, но тут испугался. Он сам обалдел. И он говорит, Сев, ну как это? Я говорю, Жоргий, потому что твоя культура, твой интеллект, это свойственно было генералу Панфилову. Панфилову. Это старая косточка. И вера, и патриотизм. Товарищ генерал, по вашему приказанию явился. Приглашая Буркова в спектакль, режиссер Всеволод Шиловский рисковал. В теме Великой Отечественной войны советские зрители всегда относились с трепетом, а критики – с особым пристрастием. На меня смотрели как на идиота. Ты кому дал генерал Панфилова? Смеялись. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить противника не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал всех сил и средств для достижения победы. Премьера спектакля состоялась в Алма-Ате. Там жили бывшие бойцы-панфиловцы и дочери генерала Панфилова. В Алма-Атинском театре собралось все политбюро Казахстана. Когда спектакль закончился, в зале повисла гробовая тишина. И Буркову, стоявшему за кулисами, показалось, что случился провал. Зритель его не принял. Но в следующее мгновение раздались овации. Вы даже представьте, что началось. Я не говорю про Политбюро, оно все пошло на сцену. Я не говорю про панфиловцев, они пошли на сцену. Дочери обняли Георгия Ивановича, значит, сказали, что вы больше похожи на папу, чем на памятники, которого мать. Зритель пошел, кричали, плакали. После выхода спектакля «Волоколамское шоссе» многие взглянули на Георгия Буркова по-другому. Ему стали предлагать разноплановые роли. В фильме Александра Бланка «Профессия следователь» он сыграл интеллигентного полковника уголовного розыска. Пневматический пистолет образца 1945 года, Тульский завод. Ну, это вы в яблочко попали. А у Николая Губенко в подранках зэка-рецидивиста, человека с поломанной судьбой. Губенко практически не работал с Бурковым на площадке. Он полностью доверился чутью и опыту Георгия Ивановича. Чужое страдание для постороннего – ложь. Каждый знает свою беду и считает, что все чужие беды – ничто по сравнению с его собственными. Мне хотелось в этом внешне народном облике поместить такую очень ранимую душу ребенка, который лишился родителей, с чего началось, собственно, началось его приход в эту преступную среду. Иногда сидишь в Копенгагене год-два, как в том анекдоте. Наверное, в своих апартаментах? Конечно, все как положено. Но вот сидишь и такая вдруг тоска возьмет. Хоть волком бой. Создавая очередной образ, Бурков исписывал толстенные тетради, вгрызался в материал и никогда не прятался за костюмом или гримом. Играл ли он пьяного балакура в «Рязановской иронии судьбы» или хладнокровного злодея в «Калине красной» Шукшина? Он человеком никогда не был. Он был мужик. А их на Руси много. Сам Бурков называл себя шукшиновским актером. Шукшин был для него больше, чем режиссер. Их дружба стала для многих неожиданностью. Василий Макарыч слыл человеком сложным, даже нелюдимым. Это его такая защита была у Шукшина. Он защищался от людей, он любил людей, боялся их обидеть, поэтому старался не подпускать их, заранее зная, что может произойти. А Шору он сразу принял. Вот сюда, пожалуйста. Ну, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш новый сосед, Нур. Мура. Его дружба с Шукшиным, с Василием Макарычем, это было для него святое просто дело. Святое. И Василий Макарыч, который был очень осторожен в общении, в близком общении с людьми, он выбрал Жору. И они очень много работали вместе, бывали очень много вместе, общались замечательно. Эпизод «В печках-лавочках», где Бурков сыграл вагонного жулика, единственная сцена в картине, которую не урезали и не перекроили во время монтажа. Работники киностудии Горького, где собиралась картина, специально ходили смотреть на этот отрывок как на образец вдохновенной игры. А так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Сыгран всего лишь эпизод небольшой в картине. Но сыгран так блистательно и с таким знанием дела. Его отличало как актера, извините за пафоснородность. И типажно, и внутренне. Поэтому он тяготел и к Шукшину, поскольку у того народность была как бы воплоти, в крови. Ужасно трогательно они относились друг к другу. Просто трогательно. И я за Жору был счастлив. Конечно, какой ему товарищ? Ничего кроме. Кроме как про гинекологию спросить его, так сказать, не умудрялся. А у Васи, конечно, с ним были совершенно другие интересы. Да, придется, видно, расставаться. А, Сашка? С кем расставаться? Нам с тобой. То что за разговоры такие? Ну, обидно даже слышать. Что мы наше ружье пополам, что ли, переломим? Ты остаешься, я остаюсь. О, 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 какой. Во время съемок фильма «Они сражались за родину» вечерами Василий Макарыч читал своему другу отрывки нового сценария о Степане Разине. Бурков должен был сыграть в будущем фильме одну из главных ролей. Но сбыться этому было не суждено. Вот был, значит, Василий Макарыч. И когда его не стало, конечно, у Жоры наступил период такой немножко. Сказать депрессии, не сказать ничего. Это даже не депрессия, это слово-то не подходит ему. У него просто рухнуло все. Но он стал выживать только тем, что он очень же много стал сразу писать о Шукшине. У него очень хорошее слово, я имею в виду написание. Он очень хорошо писал. Очень хорошо. И думаю, что у него есть очень интересные вещи, которые сохранились в семье. До меня никогда не было такого человека, как я. И после меня никогда не будет такого человека. У Георгия Буркова было много чистолюбивых планов. Он не принимал современную театральную школу. Хотел создать новую. У него были наброски собственных пьес о театре, о политике, о человеке. Он мечтал их поставить в своем театре со своими учениками. Мечтал, хотел, пробовал. Но у нас замечательные в этом отношении и бесхозные государства. Из всех этих верхов, в принципе, по гамбургскому счету, не помогли. В 1987 году Бурков снял свой единственный фильм в качестве режиссера. Картина под названием «Байка. История любви городского жителя и деревенской женщины». В этом дебюте была и деревня, и сельские старики, и исследование народной жизни. Многие тогда посчитали фильм Георгия Буркова подражанием Шукшину. Видите, он стремился в режиссуру с тем, чтобы себя засвидетельствовать как мыслящего человека, такого, и изначально сопровождать замысел до его завершения. Но на этом поприще он не смог еще достичь того уровня, который он достиг на актерском. Главного героя в картине сыграл сам Бурков. А вот с выбором героини у него возникли сложности. А он мне сначала дал роль буфетчицы, маленькую рольку, а я читаю, и это малаша, которая главная героиня. Вот это моя судьба просто. Скажу ему, как есть. Пришла со стороны, говорю, Георгий Иванович, что ж такое, говорю. Малаша – это моя героиня, а в кино еще мало снималась, он меня не видел ни по кино, нигде, ни на сцене. Он говорит, ну, давайте попробуем. Подарок-то покажи дядечке. Мам, так она уже давно уползла. Ой, черепаху привез. Смешная такая, хорошенькая, лапки уродите. Премьера картины в Москве прошла незаметно. А в подмосковной деревне Конаково, где проходили съемки-байки, фильм приняли очень тепло. Местные жители еще долго делились историями, как у них в домах работала съемочная группа Георгия Буркова. Братья и сестры, случилось удивительно. Несколько минут назад к нам прилетали инопланетяне. В 90-м году Эльдар Рязанов приготовил для Буркова большой подарок. Это была долгожданная главная роль – президента нищиха в новом фильме «Небеса обетованные». Георгий Иванович был вдохновлен. Казалось, судьба дает шанс. Правда, сценарий ему принесли уже в больницу. Накануне Бурков упал со стремянки, потянувшись за книгой на высокой полке и сломал ногу. Это не было основанием отказываться от роли. По сюжету его герой страдал хромотой. Но через несколько дней Георгий Бурков умер. Обещанную ему роль президента нищих сыграл Валентин Гафт. Только я не понимал, что он так и задохнется. Его не стало в 90-м году, а планы до 2000 года все расписано было. Все было расписано, что он будет делать. Он существовал как автономный республик. Он ни на кого не похож был. Вот он один. Всю жизнь Георгий Бурков стремился сделать что-то великое и необыкновенное. Многое не успел. Не сыграл Гамлета, не создал свой театр. Но его редкий дар трагикомика и сегодня заставляет улыбаться и грустить миллионы людей. Большую страну, которая всегда обожала своего героя. Субтитры создавал DimaTorzok